Максим Иванович Донцов родился 25 мая 1914 года в станице Упорной Лобинского района в крестьянской семье. После окончания начальной школы он три года трудился в сельскохозяйстве, рабочем по найму. Потом работал мастером на кирпичном заводе в городе Кропоткине. В ряды Красной Армии Максим Донцов признан в апреле 1940 года. Службу начинал в 219-м строковом полку 11-й строковой дивизии. В эстонском городе Реквере, окончив школу младших командиров, служил командирами наметного расчета. На фронтах Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года. Участвовал в тяжелых оборонительных боях на северо-западном, а затем на Волховских фронтах. Командир строковой роты 312-го строкового полка 26-й строковой дивизии старший лейтенант Донцов отличился во время штурма Кенигсберга в апреле 1945 года. Из наглядного листа на представление к званию Героя Советского Союза в боях при прорыве сильно укрепленной обороны противника с 5 по 6 апреля 1945 года на подступ по городу Кенигсберг товарищ Донцов, командир строковой ротой, сумел мобилизировать личный состав своей роты на преодоление сильно укрепленной полосы противника. Первым поднял личный состав роту на штурм города. Противник ввел сильный огонь из бетонированных укреплений, не давая продвигаться пехоте вперед. Товарищ Донцов лично взял станковой пулемет и точным огнем подавил две огневые точки противника. Рота под командованием товарища Донцова подвинулась вперед на 3 километра, захватила 21-го пленного, 2 пушки, 4 станковых пулемета и уничтожила до сотни немецких солдат и офицеров. В этом бою товарищ Донцов был тяжело ранен, но не покинул поле боя, он приезжал командовать ротой, воодушевлять личный состав на выполнение боевой задачи. Звание Героя Советского Союза Максиму Ивановичу Донцову было присвоено указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года. После окончания Великой Отечественной войны Максим Донцов продолжал службу в рядах Советской Армии. В 1946 году старший лейтенант был уволен в запас, награжден орденами Ленина Отечественной войны 1-2 степней Красной Звезды медалями.